1 марта завершается временная регистрация автомобилей, везенных из стран Евразийского Союза. На сегодняшний день в городе Семей по данному вопросу консультации получили 120 владельцев машин с российским учетом, 12 хозяев автотранспортных средств из Кыргызстана и 10 граждан, владеющих автомобилями с армянскими номерами. Сколько автомобилей с иностранным учетом на самом деле колесит по нашему региону, точно неизвестно. Между тем, срок временной регистрации таких автомобилей завершается уже 1 марта. Несмотря на это, никакого ажиотажа в автоционе не наблюдается. Весь февраль Семейский специализированный центр по обслуживанию населения работал практически без выходных. Даже в воскресенье представители государственных структур и сотрудники автоциона готовы были дать исчерпывающую информацию и помочь в оформлении документов. Мне драйвери в февраль, февраль в венча. Нам дали 1 месяц, февраль. В течение февраля наши специалисты работали по установленному графику в выходные дни. Все обратившиеся получали необходимую консультацию. Люди уходили от нас, получив полную информацию. Несмотря на созданные условия для регистрации транспортных средств, стоящих на учете в странах Евразийского Союза, владельцы таких машин до сих пор не торопятся с оформлением. Всего за период проведения временной регистрации данную процедуру провел только единственный владелец российского авто. Остальные обращались только за консультациями. Примечательно, что самыми пассивными в этом плане оказались владельцы армянских авто. В течение месяца проводились консультации. Большинство автовладельцев иностранных машин получили всю информацию. Но временно зарегистрирована только одна машина из России. Всего консультацией прошли 120 владельцев российских машин, 12 авто с киргизским учетом и всего 10 из Армении. Напомним, на расширенном заседании правительства глава государства дал поручение временно зарегистрировать автотранспортные средства, ввезенные из Евразийского экономического союза. Данная регистрация будет действовать до 1 марта 2021 года. При этом автомобили должны соответствовать требованиям технического регламента, а владельцы обязаны уплатить регистрационный сбор и госпошлину.